итак дорогие друзья работаем с александром александр хочет изучать котлин в описании видео будет на статью вконтакте можно почитать то есть я александру сказал что здесь есть один стопроцентный способ до чтобы так это работало если придерживаться системы он спросил что правильно я понимаю что мы сначала будем работать с python а потом будем работать скотин но в разных порядках да все верно почему такая причина котлин сам по себе язык которым очень хорошо реализовано функциональное программирование при этом это функциональное программирование собрано с разных языков программирования поэтому было бы прекрасно вообще понимать функциональное программирование любых языках программирования и опы более шире поэтому лучше изучать 3-4 языка но котлин изучать в обратном порядке. Что такое обратный порядок? Мы с вами будем работать от функции к типу, а код ли мы начнёте от типа к функции. Теперь по домашнему заданию сначала к коду. На сегодняшний день не надо расстраиваться. Вы не можете даже получить по одной простой причине, потому что ничего нет. Посему наша первая задача это чтение кода. Сегодня чтение кода отсутствует. Наша с вами задача всего три пункта. Исходный код. Документация. И далее исходный код плюс документация. На основании этого мы будем писать свой код. без чтения кода никак. Для того, чтобы вы не расстраивались, надо что сделать? Настроиться на работу. Я вам хочу дать пример. Пример в описании тоже будет. Посмотрите видео. Что есть приемлемое чтение кода. Это Михаил. Четыре месяца у него за четыре месяца такое получилось. Когда вы посмотрите видео, то, конечно же, у вас глаза на лоб полезут, потому что будет казаться, что это нереально. Поэтому там есть ссылка на статью. вы видели, если вы следите за группой. В декабре Михаил написал 23-го года он не верил, что были сомнения, что получится или нет. Вот так. На сегодняшний день все стало на места. То есть это последовательность шагов разных. Теперь коротко ответим на вопросы. Организационная часть следующая. Вы учитесь кроме доступа к школе. Уроки вы делаете в любом порядке, либо в рекомендуемом согласно раздела сейчас перейдем путеводитель. Дальше все согласно плана. Следующий момент. Задание можно делать столько, сколько вы делаете. Важно добиться результата. Поэтому где-то мы идем медленнее, где-то быстрее. Сейчас перейдем к вашему описанию кода сразу. Значит, здесь первое задание комом. Как я сказал, кол с минусом нельзя поставить, просто знаний их нет. Вы написали импортирование модулей, все, что знали. Но это очень богатые модули. Ладно, перейдем дальше. Это вполне нормально. Просто у нас с вами есть точка, с которой надо начинать. Возьмем простой метод. Я возьмем пример. На самом деле в этом коде мы сразу наблюдаем что? Метод кол. Если мы откроем документацию, то мы сразу получим подтверждение. Так, это я для себя, чтобы вам не забыть дать. Мы сразу получим подтверждение. по сути дела с приложением тога в данном случае мы можем работать при помощи функций и при помощи классов. Так вот, зачем мы используем метод кол. Метод кол используется с экземпляром класса. Возможно сейчас пока слова будут незнакомые, но я и не требую от вас. Я просто хочу вам сказать, что всегда пишите суть, как это работает. Только потом это все приходит. Но до всего мы доберемся. Пока просто пример небольшой. С экземпляром класса, как функция, сразу становится вопрос, зачем это нужно? Ответ можно увидеть со временем вы это будете видеть хорошо в самой документации. Только построено так, что можно работать при помощи функции, при помощи классов. Давайте мы сейчас с вами рассмотрим очень простой пример, хотя бы поймем этот колл. У нас есть класс ап. Сначала я вам нарисую такую вещь. дом. нас есть дом. Доме есть окно, например. когда мы будем если мы работали только с функциями и описать дом, нам надо было несколько портянок кода. При этом каждый раз, когда нам надо было что-то новое описать в доме, например, сделать не обычный дом, а музей, следующее здание, сделать дворец какой-то, то нам бы приходилось все практически переписывать. Поэтому пробегаем к объектно-ориентированному программированию. Мы делаем просто здание, которое не является ничем, просто здание. Да, мы понимаем это дом, но это здание. В дальнейшем просто наследуя класс, мы с этого здания делаем дворец, мы с этого здания делаем например кинотеатр, обычный дом, магазин и так далее. И у нас присутствует момент, что например, нам надо рассчитать окна, рассчитать проводку, вот тут нам помогает работать именно метод кол. Например, в данном случае, если при применении метода кол, нам понадобится две простые операции в классе. То есть первое это сохранить значение какое-то, второе угодный. Иными словами в строке сохранить какое-то значение это может быть формула, например. Формула расчета окна, размеров окна относительно там стены. Да, стена там больше, значит окна больше, меньше, то стандартные и будут определенные вводные. Так вот, тогда мы используем метод кол, то есть что-то у нас сохраняется, при этом работая дальше с классом, мы не теряем возможность использовать все возможности ООП, то есть использовать весь дом, но при этом у нас появляется возможность работать с классом, с экземпляром класса, как с обычной функцией. Что это значит? Это значит принимать любые параметры, аргументы, передавать аргументы параметром как обычной функцией, при этом пользуясь всеми преимуществами класса. Давайте сделаем очень простой пример, чтобы немножко больше видеть. Просто ваш ответ, если бы вы это понимали, был бы другим. У нас есть первый метод init, первоначальной настройки класса, который самый простейший пример, который просто по взгляду обнаружил. И у нас есть одно значение. Пусть это будет наша формула, но напишем value, чтобы это было понятно, что значение. То есть у нас будет есть Дальше мы начинаем применять метод колл. Если мы писали только это можно было бы написать при помощи например обычного метода, да, но тогда это я вам даю возможность потом выяснить, да, мы бы лишились одной простой вещи, то есть если было как в тога как тога еще работа с функциями, то есть как с интерфейсами, то у нас бы обычным методом мы не отделались. когда мы используем метод колл, если в нашем коде присутствуют функции, ну например для запуска приложений, как на рисунке я показывал, для того, чтобы высчитать определенный там размер окна, то тогда нам метод колл помогает, потому что мы не теряем возможность постоянно работать с классом. что еще раз перечислим он делает, пока будем писать, перечислять. Здесь я обращаю ваше внимание, когда мы будем с вами учиться, наша с вами задача научиться чтению кода, то есть определение, что передо мной за объект. Для того, чтобы понимать, что передо мной за объект, нельзя писать общее. То, что вы написали, это называется обычным бредом. Иными словами, ни о чем не написали. Вы не написали, что передо мной за объект, тут больше параметров, какие технологии здесь вообще используются. Хотя практически комментарий обо всем говорит, но нужны дополнительные знания. почему надо очень четко знать. когда мы будем говорить сейчас то работа с экземпляром, значит, наверное, знать, что такое этот экземпляр. Здесь у нас только один параметр. и мы сделаем совершенно простое действие. Вернем value и прибавим то, что мы и вбили в обязательный позиционный параметр mine value. теперь давайте посмотрим очень простую вещь. Перечислим что такое call. Почему я говорю, что в данном случае остановился на call. Есть четыре метода дандера или магических методов, которые вы увидите практически в любом коде. Это init, дальше идет str, rapper и call. Это вот четыре метода, которые будут практически везде, которые самые часто используемы. То есть мы можем работать с экземпляром как с функцией. иными словами в данном случае это будет знать что мы можем передавать аргументы параметрам как в обычной функции. И следующее что немаловажно запоминать состояние. при этом использовать промежуточное состояние запоминать при этом в дальнейшем использовать все возможности класса потому что тут могут быть и другие методы и так далее. поэтому если мы возьмем создадим резерпляр класса up и заполним первоначальное состояние пусть оно будет 10 теперь мы с вами сделаем следующее давайте попробуем использовать наш экземпляр и вести некое значение пусть тоже будет 10 мы получаем 20 в данном случае сработал метод call абсолютно верно первичное значение вот так код которые эти домашние задания они нахрен никому не нужны по одной простой причине если вы напишите так как я сейчас написал вы ничему не научитесь мы к этому еще придем поэтому правильно было бы пойти от исключений чтобы нам понять что как работает начнем сначала получим первое синтактическая ошибка понятно чего-то нет если вы хотите сразу ответ на вопрос то программирование можно объяснить всего одной фразой это это старое у меня просто сохранилось оно не должно так быть name is not definite я перейду кратковременно к вашему описанию у вас был такой вопрос как вы считаете что такой объект с программированием вы не дали на него ответ вы частично дали ответ что да действительно многое или все является объектом в python да конкретно и при этом из этого исходили но ответа на вопрос что такое объект вы не дали это нормально тоже иными словами здесь больше похоже на слова с какой-то википедии вот эти слова никому не нужны и сущность лучше бы заменили хрень да это было бы более целесообразно вот на самом деле ничего вы не сказали так вот я вам говорю сейчас смотрите вот здесь написано как работает язык по сути дела достаточно сказать вот александр мы с вами посмотрели здесь понятно как работает язык что такое объект я надеюсь вы позже ответите на этот вопрос вот именно здесь можно подчеркнуть что же такое объект в принципе да здесь все написано и здесь язык говорит как я могу работать как нет вам же сейчас с этого момента надо запомнить что код который вот такой правильный вы его забудете к вечеру и все знания которые вы накопили они тоже будут бесполезны потому что они забудутся к вечеру к вечеру так как это сводится к чему к какой-то конкретной ситуации вам надо ответ на вопрос что мне делать что мне делать могут подсказать вам исключение вам не надо конкретной ситуации вам надо конкретное направление куда копать поэтому в данном случае мы поступим правильно мы определили с вами экземпляр определим его по-новому другой экземпляр и посмотрим сначала при этом если мы выведем up2 то мы видим что это класс up экземпляр класса up то есть все у нас работает но давайте попробуем сделать немножко по-другому и просто добавим скобки в данный момент я знаю что выскочить исключение да оно выскочило вот в этом есть смысл работы с исключениями то есть вы должны предотворять на что будет происходить иными словами в данном случае мне надо было запомнить всего одно когда я получаю отсутствует один позиционный аргумент да то это одно из самых частых исключений давайте мы убедимся в этом добавим жанра мы видим сколько людей нифига не знают о языке они все идут на переполнение стека и говорят ай-яй-яй мы не знаем что делать помогите но ведь абсолютно ситуация аховая на и большинстве своем это и действующие программисты то есть понятно что люди не правильно изучали язык неправильно изучали функции вообще ничего не изучали вы этой ошибки не должны делать работая со мной сегодня больше наставления данном случае я четко понимаю что у меня работа идет с параметрами да действительно здесь есть обязательно позиционный параметр сделали вы вывод что мы начнем с вами работу с параметрами почему мы именно с этого вы мне потом сами ответите в данном случае я вижу что значит если я поставлю число какое-то да в данном случае будет на 20 но уже в следующем потому что исключение оставляю то у меня все отработал теперь я перехожу к методу call я вывел для себя несколько вещей call может работать с экземпляром класса как с функцией сразу становится вопрос а как а с чего начинать классы а что такой экземпляр и в котлин все это и тоже есть иными словами это ничем организационно не отличается от пайтона если мы откроем откроем га будут только реализации разные но принцип будет один и тот же потому что олп одно и то же хорошо но мы с вами уже выучили да только что 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 вот вы когда открыли ваш код у вас нет никакого чтения кода по одной простой причине потому что вы не поставили себе вопрос вы не знали правильно что передо мной за объект для того чтобы ответить надо ответить по каждой части что это такое и потом что это в принципе за объект на мы с вами ответили экземпляр работает как обычная функция иными словами если взять обычную функцию то мы будем передавать как в обычную функцию да и это будет именно функции давайте дальше выяснять давайте дальше выяснять по нашему разумению так как мы с вами уже понимаем что это значит начальное значение класса и знаем что метод call он работает как функция при этом сохраняя состояние сохраняя состояние в данном случае сохраняем состояние мы прямо при помощи и нет кол мы будем все-таки использовать для чего для того чтобы передать любое количество параметров да и когда мы на самом деле видим кол мы всегда будем видеть скорее всего такие вещи как арк-кваркс где не будет там 12 но все это придет все позже все-таки нам надо четко понимать что нам выгодно использовать кол когда стоит состоит запомнить состояние то есть работая с классом потом перейти на работу в функции то есть передавать экземпляру классу параметр как обычной функции при этом нечто высчитать но при этом оставаться в рамках класса иными словами действительно это самое полезное будет в том примере как я показал в тога или в любом другом где есть интерфейс и где что-то делается в виде функций то есть например за классом есть функции которые нечто делают например берут от класса параметры расчета окна для того чтобы изготовить это окно и передать это эти данные там на тот комбинат от который это будет делать но нам как программистам интересно другое давайте попробуем теперь просто экземпляру передать некое число сначала мы не передаем и бац мы действительно опять получаем получаем давайте попробуем теперь написать обычный класс класс а здесь написать деф-инит так а все класс а экземпляр класса а обратите внимание в чем разница здесь мы работаем до оп-два да и у нас показывается оп-кол один позиционный параметр все вполне понятно потому что мы здесь не поставили скобок мы сейчас поставим в нашем примерном классе который мы придумали себя скобки и сюда и и нет в объем потому что если бы его не в объем мы получим этот позиционный параметр ну возьму объем пусть будет так теперь мы вызовем колл и мы видим что в данном случае скобки не работают то есть объект не может быть вызван вообще по одной простой причине это не предусмотрено а вот когда чуть выше посмотреть мы не поставили да вот здесь у нас идет в классе колл метод на то здесь у нас показывается отсутствует один позиционный аргумент монварю да то есть и функция колл на метод при этом в обычном классе он вообще не может так экземпляр то есть иными словами экземпляр работает по-другому отлично мы написали правильно добавим строку и видим да а то есть когда мы ввели давайте здесь попробуем а вести то есть память выделено класс а написано и место памяти и здесь тоже самое единственное что когда мы добавляем функциональный объект то это все перестает работать то что нам с вами предстоит предстоит и изучить хорошо а 10 так стоп 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 не там не там я написал об 2 здесь получаем 30 здесь у нас 20 запомненное состояние здесь 10 получаем 30 если мы здесь попробуем поставить 30 то мы получим одно и то же исключение объект не может быть вызван проделайте иными словами что вам надо запомнить не надо сейчас запоминать работу с колл не надо сейчас вообще ничего не запоминать вам надо только запомнить одно сейчас самое простое первое весь задание если у вас лист который вы присылаете домашним задание такой вот весь правильный то лучше ничего не делайте займитесь в рыбалкой пойдите сходите там грибы что-то сделайте полезное написанный правильно код это выброшенное время мы начинаем понимать по исключениям как только вы касаетесь частной ситуации это частная ситуация никому не нужна в этом и ошибка всех программистов одни идут и начинают частные ситуации одно дело когда мы работаем с джанг ну там не частные ситуации например создание модели это общее но когда мы рассматриваем частные ситуации то ничего нам надо рассматривать исключение исключение в каком направлении нам искать исключение в конце концов мы начинаем предвидеть исключение. Увидев только формулировку, мы четко понимаем, что надо смотреть сюда. Все. Дальше все по ходу мы разбираемся. Поэтому с этого кода вам надо всего лишь запомнить одну простую вещь. Когда все красно, значит вы на правильном пути. И отсюда вы пишете свои выводы. Мы к этому придем еще. Вот это надо было одно запомнить. Итак, мы увидели, как работает объект. Мы работаем, как с обычной функцией. Давайте еще кое-что проделаем. Вот у нас здесь было правильно. Где-то мы вызывали. И после этого добавим ячейку. типы Type Up2. Up2, да? Мы видим, что это экземпляр класса. Посмотрим хелп. мы видим call, call self, а function. Это функция. Дальше идет, каким образом идет реализация. То есть работает как функция. еще раз говорю. Саш, ничего не надо запоминать. Вам надо запомнить одно. Красно это правильно. Выводы будут. Вот так займитесь чем-то другим сразу сегодня. Если есть исключение, вы двигаетесь. Если есть правильный код, вы стоите на месте, а стоять на месте не получают. значит назад идете. Итак, дальше. Метод call, отвечающий за вызов класса АПАНИ, результатом функции должен быть класс виджет. Тут очень много вопросов возникает из того, что мы ранее с вами рассмотрели, что работает как функция и передаваться будет функции, да? то здесь получается вы на самом деле что-то напутали прочитав не так как надо с аннотацией. Поэтому call с минусом за это нельзя поставить. Дальше вы написали конечно правильно классно следуем от протокол и тоже как мы видим наш метод call но даже если бы вы перевели комментарий, то наверное бы не поняли. На самом деле здесь написано несколько вещей. Что будет запускаться именно экземпляр класса. Все верно. Дальше совместимость со следующими библиотеками и далее виджет с содержимым. Давайте-ка взглянем еще сейчас на документацию которая нам поможет. Обратите внимание в данном случае у нас есть действительно виджет но мы видим что вызов def.bile идет апт да? в данном случае это обычная функция поэтому мы имеем возможность работать с обычными функциями но при этом работать с классом а класс в определенный момент времени реализовывать как функцию это совершенно простой пример и нас интересует не сам виджет а что виджет с параметрами параметры которые будут в параметры вот что нас интересует что при помощи кола мы можем передавать параметры как в обычную функцию это очень круто ну да пока хватит по объекту я говорил вы написали что-то с экземпляра что-то с класса в общем пособирали но в конце концов что такое объект не работает так вот здесь есть что-то такое вот догадки да работа с документацией работа с исходным кодом только начинать с исходного кода чтение кода понимания мы с вами сейчас определили первую цель это чтение кода я не зря говорил посмотреть видео Михаила чтобы не расстраиваться понимание ООП работа с классами здесь будет стоять первый вопрос с чего это начать как правило люди долго тормозят но это вполне нормально все это будет потом сейчас я вам вышлю задание первое в любом случае сколько не делай есть прописные истины они есть и в моей системе нам надо четко сначала посмотреть что здесь есть что поэтому я вам сейчас дам первое задание оно будет в описании и вы его выполните оно будет касаться конкретно только параметров с ним вы и работаете сейчас это то с чего мы начнем ну и пока все мы разобрали немножко настроились и на сегодняшний день выводы сделали пока нет ничего будете заниматься все будет получаться и писать будете это гарантированно отправная точка есть какая бы она не была она наша она понятная и понятно что делать поэтому здесь прописная истина однозначно начинаем с параметров все задание я отправлю что меня вы что вы су вы вы Продолжение следует...